В Приморье будут отапливать автоматизированные модульные котельные. Современное оборудование идет к нам из Сибири. Первые котельные уже начали устанавливать. Всего в разных районах края появится 79 таких модулей. Это оборудование работает автоматизировано практически без человеческого вмешательства и позволяет компании Примтеплоэнерго экономить более 100 миллионов рублей в год. Что очень кстати, учитывая глубокий кризис, в котором находится главный стопник края. Прошлое руководство приобретало мазут по цене выше среднерыночной. После таких покупок Примтеплоэнерго осталось должному продавцу 318 миллионов рублей. Тепловики не спешат отдавать спорные долги и готовятся к отопительному сезону. Новое руководство компании разработало программу по выходу из кризиса. Модернизация оборудования – один из главных ее пунктов наряду с экономией. На 30 дней тот запас минимальный, о чем говорилось в докладе, у нас уже здесь на территории. Оставшиеся 30% – это для выполнения минимального полуторамесячного норматива топлива. Они у нас на сегодняшний день в пути. Но договоры у нас заключены с условием отсрочки платежа на два месяца, а кое-где и на месяц. И на самом деле основные проблемы для нас наступят через месяц, когда надо будет за это топливо платить. Сейчас оно пока движется, и вроде как договоренности присутствуют по будущим поставкам. Но вот я сильно переживаю только за то, как будем рассчитываться. Теперь «Примтеплоэнерго» покупает топливо по среднерыночной цене. И это позволило сэкономить почти 500 миллионов рублей только за первые 6 месяцев работы. Но долги предприятия остаются значительными. Еще больше задолженность населения перед «Примтеплоэнерго». В крае есть два главных должника – это Спасский муниципальный район и Лесозаводский городской округ. Эти районы долгое время не платили по счетам и сформировали 50% общей задолженности населения перед «Примтеплоэнерго». Отопительный сезон стал главной темой этой недели. О том, как к нему готовятся в разных районах края и будет ли эта зима теплой в домах. Смотрите в пятницу, сразу после вечернего выпуска новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!